Здравствуйте! С вами Екатерина Заболоцкая. В этом мастер-классе я покажу, как сделать красивые летние сережки на ажурно-металлической основе. Для мастер-класса нам потребуется белая полимерная глина, черная и красная. Понадобится размягчитель для полимерной глины. Также мы будем использовать два каттера круглой формы разных диаметров, игла, лезвие, толстая игла, зубная щетка, фурнитура для сережек и скалка или паста-машина. Из белой глины раскатываем пласт толщиной 1 миллиметр. Вырезаем из этого пласта две круглые заготовки. Одну диаметром побольше и вторую диаметром поменьше. У большой заготовки я предлагаю сделать ажурные края. Поэтому берем фигурное лезвие и края большой заготовки отрезаем. С изнаночной стороны мы прикладываем ажурный круг большего диаметра. Причем, когда прикладываете, обратите внимание на то, чтобы у вас где будет вверх сережки, то есть где мы будем собирать на швензы, оставались два таких вот свободных колечка. Аккуратно прижимаем пальчиками. С обратной стороны по центру мы приклеиваем ровный круг меньшего диаметра. Итак, первоначальная работа у нас сделана. Заготовку пока откладываем и приступаем к работе над маками. Для цветка мака возьмем четыре маленьких красных кусочка глины, скатываем их в шарики и из этих шариков формируем лепестки. Итак, один лепесток у нас будет каплевидной формы. Прищипываем нижнюю часть и расширяем верхнюю часть, чтобы вот такая получилась плоская капля. Следующие две заготовки у нас будут такой круг почти что, но он немножко должен походить на овал. Расплющиваем между пальчиками еще две такие заготовки. Третья заготовка должна быть вытянутым овальчиком, поэтому шарик немножко покатали, а потом уже расплющиваем. Для того, чтобы придать лепесткам фактуру, мы воспользуемся какой-то гладкой поверхностью. Это может быть стекло, это может быть керамическая плитка, либо обратная сторона вот такого вот коврика. Здесь она гладкая. Для нанесения фактуры лепестков можно использовать либо толстую углу, либо спицу. Начинаем мы работу над лепестками с того, что прокладываем спицей лучики, причем располагаем эти лучики по форме веера. Далее повторяем такие же движения до того момента, пока у нас не утончатся края лепестка и пока фактура не станет похожей на натуральную. Начинаем собирать наш цветок. Сначала прикладываем те листочки, которые у нас были овальными. Это у нас боковые листья. Их прикладываем немножечко как бы по бокам. Сначала просто прикладывайте, не прижимайте, потому что возможно придется поправлять в процессе работы лепестки, чтобы получилась красивая форма цветка. Так, боковые я приложила, но наверное далеко. Дальше по центру у нас будет располагаться лепесток, который каплевидной формы. Его мы предположительно кладем вот таким образом. Когда лепестки у вас подложены так, как вам нравится уже и форма получилась красивая, то мы по краям вот здесь вот лепесточки прижимаем. Вверх немножечко можно приподнять, распушить, придать волны. Так, четвертый лепесток мы пока не трогаем. Сейчас нам нужно из черной глины сделать серединку. Я беру в равных пропорциях. Цвет. И размельчите. И перемешиваю до однородной массы. Дальше. Беру небольшой шарик черной пластики. Потом немножечко его прокатываю, чтобы получился небольшой овал. Этот овал чуть-чуть расклющиваю. И наношу маленькие лучики. Лучики должны расходиться из центра. Четвертый лепесток мы прикладываем поверх нашей сердцевины. Причем основание лепестка у нас находится вот здесь, а не здесь, как у предыдущих лепестков. Нам нужно создать эффект вида цветка сбоку. Поэтому основание у лепесточка должно быть здесь. Прикладываем, присоединяем по центру. Также аккуратно иголочкой прижимаем в стороны лепесточка. А верхний край немножечко отгибаем, прибушаем, придаем волну. Следующий этап это листочек. Для этого возьмем небольшой кусочек полимерной глины, скатаем из него каплю. И такими же движениями, как мы делали лепестки, мы наносим фактуру на листочек. Затем край листочка можно немножечко прищипнуть, чтобы листочек получился остреньким. И затем листок прикладываем на сережку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аналогичным образом делаем вторую сережку и отправляем их запекаться. Запекаем при температуре 110 градусов 20 минут. Когда сережки запеклись и остыли, мы их собираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие яркие ажурные сережки получились. Надеюсь, что мастер-класс вам понравился и был интересен. Всем спасибо за просмотр. С вами была Екатерина Заболоская. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр.